Добрый день Наши республиканцы контролируют Сенат и Белый Дом. Я все же думаю, что демократы очень близки к своей цели, потому что они контролируют уже давно, лет 20, как не только ситуацию в Калифорнии, Нью-Йорке и вообще в более 20 штатах. Если мы, допустим, сегодня реанимируем одного из самых лучших президентов в истории Соединенных Штатов, как Роман Джиган, то он вряд ли победит в тех штатах, а ведь когда-то он побеждал почти что в 50 штатах. Вот. И я думаю, что в этих штатах республиканцы записаны уже в Красную книгу. Вот. А вот у меня такой вопрос к вам. Вот. Везде опубликовываются и фотографии Джо Пайтона с женщинами, с детьми и так далее. Я думаю, что все же он вступит в гонку или все же это как-то тормознет его. Спасибо. Спасибо большое. Замечательный вопрос. Дамы и господа, вся эта история МИТУ, МИТУ, задуманная в основном демократами, чтобы сразаться с республиканцами. И вот мы видим, МИТУ начинается в среде демократов. Вы знаете, у меня нет ответа на ваш вопрос. Просто нет. Во-первых, если Джо Байден вступит в гонку, я думаю, ему придется трудно не потому, что все эти истории женщин, но вообще, дамы и господа, я не поклонник Байдена. Более того, я считаю его мерзавцем. Более того, он человек, который приписывал себе, когда писал дипломные работы, когда выступал в избирательной кампании, брал речи. Типичный плагиатор. Я уже не говорю, как он вел себя при обсуждении. Он был председателем юридического комитета Сената, когда обсуждалась кандидатура Томаса, Кларенса Томаса. В общем, с моей точки зрения, обычный негодяй. Но в этой ситуации, в том, что случилось, я где-то ему сочувствую. Ну что он сделал страшного? Ничего. Теперь, повлияет ли это, повлияет ли его целование женщин, обнимание, не знаю, нюхал волосы, еще что-то на его предвыборные дела? Я сомневаюсь. Я думаю, что если он вступит в гонку, я не уверен, что он вступит. Если он вступит в гонку, он сразу же станет одним из лидеров гонки. И именно поэтому, именно по этой причине, сами демократы начинают его топить. Они не хотят, во-первых, чтобы был старик, 77 лет. О, какой кошмар, 77 лет. Потом они не хотят, чтобы он был белый мужчина, белый мужчина. Окей, они готовы простить белого мужчину Сандерса, потому что Сандерс социалист. Байден, при всех его минусах, он все-таки не социалист. Они начинают его топить. Есть сведения, я не уверен в том, что эти сведения абсолютно точные, просто не уверен. Тем не менее, появились разговоры, слухи, сведения, называть как угодно, что вся эта история с женщинами Байдена, скажем так, затеяна Берни Сандерсом. Потому что если, я думаю, это вполне возможно, потому что если Байден вступит в гонку, два белых старых мужчины, ну точно один из них не сможет выиграть гонку демократов. И этим одним, с моей точки зрения, наверняка будет Сандерс. Поэтому, опять-таки, у меня нет ответа на ваш вопрос. Я бы хотел лично, чтобы Джо Байден вступил в гонку, потому что это сразу же вновь. Это копнет все, начнется очередная выволочка между демократами. Кстати, в свое время Рейган, Рейган, Рональд Рейган говорил, что у республиканцев должна быть 11-я заповедь. Заповедь «Не критикуй однопартийца», так она переводится. Значит, когда начиналась нынешняя гонка демократов, полтора или три месяца назад, председатель Национального комитета демократической партии Перес сказал, что мы будем придерживаться, он не сказал, что он срисовал это с Рейгана, но мы будем придерживаться правила, что мы демократы друг друга, так сказать, не критикуем бог знает за что. То, что мы сейчас видим с Байденом, я хотел бы, чтобы он вступил в гонку, чтобы вот эта заварушка развивалась еще больше. Спасибо большое, Алексей. Применяем следующий звонок. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, господа. Добрый день. Вы знаете, я хотел просто, когда вы касаетесь темы гражданской войны в Америке, я несколько лет работал в Алабаме, и я путешествовал все время в Теннесси, Джорджии, вот эти все штаты, которые южные штаты, и есть такой город в Теннесси, Пуласки называется. Это в честь генерала, польского генерала Пуласки. Да, да, и он там, кстати, это, кстати, город, где рождена была ККК, Кукусклан. Кстати, это небольшая лойерская компания, до 90-го года там висело даже это вот. Но не это я хотел рассказать, вы рассказывали, как это вот. И вот там, в самом центре города стоит памятник Сэм Дэвис, 17-летний мальчик, который был пойман юнин, солдатами Авраам Линкольна, что он был шпион. И он не признавался, и они его повесили. И вот сейчас ему стоит в полный рост памятник там. Я надеюсь, что вот это движение, которое в Америке снимает памятники конфедератам, что это не затронется. Но этот факт, это вот, это факт. И когда я работал с местными этими алабамцами, у которых предки были в конфедератской армии, они говорили, они рассказывали страшные ужасы, что юнин делали, что сжигали целые деревни, убивали. И это вот, и кстати, много и американских индийцев, которые жили в Алабаме, были на стороне, были на стороне конфедератов, вот такое. Это маленькое уточнение. А насчет выбора, вот, вы звонил предыдущий господин, что эти штаты, которые он назвал, а Трампа их и не выигрывал, и вообще не кажется, республиканцы никогда не играли. Штаты, которые дадут победу на выборах, это Пенсильвания, это Вискансин, это Ахайя, это Айва, и это еще, наверное, Мичиган. Вот эти штаты будут решать, кто будет президентом в следующем. И надеемся, что будем Трампом. А так, большое спасибо за программу. Спасибо, Элакс. Всего хорошего. До свидания. Значит, у меня есть сразу же поправка. Республиканцы выигрывали и Калифорнию, выигрывали и Нью-Йорк. Ну, я скажу, например, Ричард Никсон в 1972 году выиграл 49 штатов из 50. Все, кроме Массачусетса. Рональд Рейган в 1980 году, в 1984 году, на вторых выборах, выиграл 49 штатов из 50, все, кроме Миннесоты. Поэтому спокойно республиканцы побеждали в тех штатах, в которых сегодня хозяйничают демократы. Побеждали. Калифорния стала 100% демократическим штатом, потому что там миллионы латиноамериканцев, и абсолютное большинство этих людей, во-первых, на выборах 2018 года, в прошлых выборах, голосовало громадное количество нелегальных иммигрантов, на это все закрываются глаза, и Калифорния давно уже стала в Мексифорнию, понимаете? То есть, вы правильно назвали эти штаты, в которых нужно побеждать. Но если республиканцы проиграют, к примеру, Техас и Флориду, Техас и Флориду, а Техас уже заполняется латиноамериканцами, Флорида тоже постепенно заполняется латиноамериканцами, то республиканцам не помогут ни Мичиган, ни Пенсильвания, ни Весконсин, если Техас и Флорида станут демократическими штатами. Теперь пару слов об истории. Алексей, у нас есть... Алексей, у нас сел человек на линии и ждет. Я объездил всю юг, вдоль и поперек, вдоль и поперек. Я не знал о памятнике, о котором вы сказали. Но я боюсь, я опасаюсь, что при нынешней политкорректной ситуации в стране этот памятник юному герою конфедератов, который был уничтожен северянами, этот памятник могут снести. Что же касается разрушенных земель, ну мы все знаем, тот, кто знает историю, знаменитый марш генерала Шермана от Атланты до Саванны, где сжигалось все на пути. Все абсолютно сжигалось и разрушалось. Ну я уже не говорю насиловались белые и черные, это уже, так сказать, особо статья. Большое спасибо за участие в передаче. Спасибо, Алексей. Говорите, пожалуйста, вы на линии. Да, вы понимаете, еще время достаточно, поэтому выпадет еще новая какая-то кандидатура демократов. Байден, я не думаю, что он пользуется авторитетом американца. Почему? Он 8 лет просидел тепленько около Обамы, ничем абсолютно не выделялся. Если выделялась Клинтон, что она моталась по всему свету, ну это понятно, с какой целью. Но вместе с тем, Байден не авторитетный. Он позер. Больше от него ничего не видно. Не видно, что это личность. Вот такое мнение. Спасибо большое. Добрый день. Сейчас, секундочку. Сейчас, сейчас, сейчас. Алексей, Алексей, Алексей. В демократической партии выбирают демократы. То среди демократов человек, который был 8 лет вице-президентом у Обамы, он пользуется достаточным авторитетом. Вот когда речь дойдет до всеобщих выборок, если он станет кандидатом в демократической партии, я с вами согласен. Но пока демократы спорят друг с другом. Окей. Спасибо, Алексей. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Дело в том, что... Здравствуйте, господа. Дело в том, что вот для всей демократической партии есть очень простой рецепт. Дело в том, что абсолютно не начали, абсолютно не начали расследование и процесс, особенно против прошлой нашей демократической партии во главе с Хусейном Обамой. Были же колоссальные нарушения. Возьмите Бенгазу. Возьмите отправление этих денег самолетами в Иран. Да и множество, можно привести сто примеров. И абсолютно все это умолчали. А это очень простой рецепт. Если бы были наказаны эти люди, конкретные люди, то, может быть, перед всей американской общественностью, как факт, поступила бы сущность... У меня к вам вопрос, простите вопрос. Как вы предлагаете, чтобы наказывались эти люди? Что нужно сделать? Для того, чтобы они были наказаны, нужно было провести инвестигейшн. Но все нападки против Трампа и со всех сторон, со всех абсолютно сторон демократической партии не привели к этому. И, по-видимому, очень сильные есть такие коррупционные связи. потому как абсолютно семья Клинтонов не была наказана, а нужно было. И можно привести тысячу примеров. Вы опять говорите, нужно было, нужно было. То, что нужно было, это да, но этого не было и этого и одни будет. Правда, сенатор... Это... Это очень большая... Грэм, руководитель юридического комитета сенатора, он предлагает начать расследование в отношении все этого. Я не уверен, что это к чему-либо приведет. Ну вот, вот это вот говорит о нашей современной такой сущности. Это очень важно, особенно в Америке, особенно в... Окей, это важно, но этого на 99% не будет. Понимаете, это все мечты. Я тоже об этом мечтаю. Но давайте спустимся с небес на нашу грешную землю. Этого почти наверняка не будет. Вот это очень плохо. Это очень плохо. Алексей, сейчас у нас пока нет... Спасибо вам огромное. Пока у нас нет звонков. Можно теперь я вам задам вопрос? А почему вы все-таки считаете, что этого никогда не будет? Это основываясь на чем? Основываясь на своем жизненном опыте и на обстановке в стране. Сейчас затевается второй процесс. Все, с Мюллером покончено. Мюллер это был только начало. Только начало. Сейчас начинается до демократы. И это будет на всех телевизионных каналах, кроме Fox News. Это будет во всех газетах на первых страницах. Мюллеру не удалось докопаться, а мы докопаемся. Цель сегодняшней демократической партии и американской прессы, которая на 95% демократическая, вести скандал до выборов 2020 года. Поэтому разговоры окей, сенатор Грэм затеет в юридическом комитете сената все то, что говорил предыдущий товарищ, позвонил, начнется расследование Клинтон. Окей, кто об этом будет знать? Об этом будут знать люди, которые слушают наше с вами радио, правильно? Которые читают редакционную страницу газеты Ваши Wall Street Journal, которые смотрят Fox News, еще один канал, слушают 3-4-5 консерваторов. 90% американцев понятия об этом не имеют. Слушай, Толя, все опросы общественного мнения показывают, что 90% демократов просто-напросто считают, что Мюллер не докопался до истины. И так считает 90% журналистов. Поэтому говорить о том, что начнется расследование серьезное по поводу Клинтоновского фонда, по поводу Бенгази, по поводу того, что она использовала личный телефон для международных контактов. Вот, что ли, глядя, пару дней назад, 3-4 дня назад, вдруг мы узнали, 25 человек, которые находятся в Белом Доме, получили допуски, не имея на это права, секретные допуски на это права. О, уже об этом говорят все. Кто сегодня говорит, что Хиллари Клинтон, будучи госсекретарем, в течение 4-х лет использовала личный телефон для государственных дел. Кто об этом говорит, что Билл Клинтон получал за свои выступления в Москве, в арабском мире, 500 тысяч долларов, только потому, что они надеялись, все эти люди, в том числе Путин и Россия, что президентом станет Хиллари Клинтон, и она начнет им помогать, благодарить. Кто об этом сегодня говорит? Что об этом говорит телеканал CNN? Но-но-но-но-но-но-но-но. Об этом вы читаете на первой странице Лос-Анджелес Таймс или Чикаго Трибюн? Но-но-но-но-но-но-но-но. Поэтому наша мечта, что да, хорошо бы, конечно, было, чтобы всеми этими безобразиями обамовского режима, кстати, как он отправил полтора с Конгрессом, хотя Конгресс распоряжается деньгами. Это все, мы все это знаем, никто это, кто-то будет это копать, о том, что будут копать, будут известны 10% американцев. Да, наверное. Добрый день, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Спасибо за ответ, но если, я, в принципе, с вами полностью согласен, но если будет тот же статус-хо, который происходит сейчас, то, в общем-то, это грош цена нашему нынешнему прокурору, значит, он не сделал то, что он должен был сделать. Я сразу вас прерву. Значит, мы сегодня знаем, что палата представителей потребовала у генерального прокурора представить палате представителей полностью доклад Мюлера, но это абсолютное нарушение закона, абсолютное нарушение закона. Если генеральный прокурор, министр юстиции этого не сделает, его вызовут на ковер в палату представителей, там его обвинят, обвинят, а он играет на раку Трампу, этому негодяю верить нельзя, Любой человек, который работает в правительстве Трампа, попал, будем так, называть вещи своими именами, в лову потому что стопы он не сделал. Можно раз перебить? Я все понимаю, о чем вы говорите, но есть один маленький вопрос, если он не начнет наступать, да, так и будет, поэтому ему надо наступать, чтобы этого не произошло, чтобы первому дергать за веревочки, а иначе его действительно смешают, как и Сэшн, смешали в первую же неделю, и остался от Сэшн рожки до ножки. Понимаете, самый плохой прокурор, который когда-либо был в нашей стране. Я с вами согласен на 100%, я считаю, будучи спортивным обозревателем, лучшая защита это наступление, и мистер новый министр юстиции, он не должен даже ждать, пока начинается атака на него, я бы на его месте, я бы уже сегодня назначил специального прокурора для расследования безобразий, которые происходили в администрации Обамы. Я бы даже не одного, а нескольких, о том, что творил Обама, о том, что творила Клинтонина, о том, что творится на границе с Мексикой, нескольких прокуроров, и такие люди найдутся, и они действительно перевернут эту всю демократическую партию с ног на голову, может быть, поставят ее. Спасибо. Окей. Давайте будем следить за развитием событий. Я бы хотел, чтобы все, о чем вы говорили, состоялось. Дай бог, дай бог. Ну, и, Алексей, вы знаете, я просто, я очень внимательно слушаю всегда ваши передачи, вы это знаете. У меня единственное вот чувство такое интересное о том, что, ну, пока демократы требуют и так далее, причем, обратите внимание, кто требует нарушить закон со стороны генерального прокурора, требует председатель комитета юстиции, да, вот как интересно. Председатель комитета юстиции требует явного нарушения закона от генерального прокурора, но это, это уже уже, ну, просто комеди шоу, но, вы правильно сказали, этот человек, Барр, я имею ввиду, Уильям Барр, он просто обязан, если ему только Трамп развяжет руки, в том смысле, что не будет препятствовать, конечно же, он обязан. Трамп не имеет права препятствовать. Ну, я имею ввиду не напрямую, Алексей, вы прекрасны. Трамп не должен ему сказать, ты должен заняться этим, и не должен сказать, ты не должен заниматься этим. министр юстиции формально независимое лицо, независимое, я не буду говорить про этих министров юстиции, которые были при Обаме, окей, он независимое лицо, он должен действовать сам, логика жизни должна ему подсказать, что делает, не Трамп, не мы с вами, жизнь. Логика жизни это, это эмоции, логика жизни должна ему подсказать только одно, он сегодня министр юстиции, и, зная то, все те нарушения, которые на лицо, на поверхности были совершены по отношению к выборной кампании Трампа, он действительно обязан начать вот эти расследования, у него просто нет, вот как вы сказали, по логике жизни, у него нет другого выхода, он просто обязан, почему, потому что вот эти все, то, что касается файза воррент, правильно, потому что это действительно, это касается, ну сегодня это коснулось Трампа, но если это не реформировать, вот этот процесс получения файза воррент, то вряд ли что-то у нас получится вообще в дальнейшем, поэтому, ну, время покажет, Алексей, огромное спасибо, спасибо за вашу передачу, и мы обязательно встретимся с вами в следующем эфире, будьте здоровы! Будьте здоровы!